Первые зрители стали занимать самые удобные места задолго до появления звезд российского кинематографа на красной дорожке. И это не только сочинцы. Отдыхающие решили взять от отпуска максимум впечатлений. Интересно. Конечно, интересно. Если уже приехали в Сочи, надо посмотреть все. И кинотавры, а то, что там в море, что там каждый день одно и то же. Мы завтра последний день отдыхаем, уезжаем. Вот пансионат Бургас. И вот сегодня попали. Такая радость. Мы вообще счастливы. В частности, мы очень хотели посмотреть на режиссера Федора Бондарчука. А также я лично хочу посмотреть на режиссерский дебют Козловского. На счастье зрителей долгожданные звезды активно фотографировались с поклонниками и сыпали автографами. На закрытии 29-го кинотавра, как и полагается, снова самые яркие наряды и образы в целом. И речь идет не только о девушках. Павел Деревянко и Владимир Яглович затеяли драку прямо на ковровой дорожке. Правда, это оказалось лишь частью промокомпании нового фильма Мариса Вайсберга, где оба актера сыграли стриптизеров. В преддверии выхода нашей картины «Ночная смена», которая стартует с 21 июня во всех кинотеатрах страны. Поэтому, собственно, дабы показать и намекнуть, про что будет хорошее, доброе кино, а это хорошая комедия, мы вот решили прийти сегодня в таких интересных стильных смокингах. Благоподобным актерским задумкам благоволит сочинское лето. Впрочем, о любви к курорту, как и к столице кинотавра, говорят все гости кинофестиваля. Многие даже не допускают мысли о переносе конкурса в какую-либо другую точку страны. Другой город? Нет, мне кажется, не надо рассматривать другой город. Лучше Сочи для кинофестиваля. Трудо представить, мне кажется, вопрос на нет. Эта любовь взаимно сочинцы ждут и готовятся к каждому кинотавру. Глава курорта и в этот раз лично приветствовал гостей там, где им всегда будут рады. Всегда их будем любить. И в последующий уже юбилейный 30-й мы более качественно подготовимся. И зимний будем заблаговременно ремонтировать. И кресло поменяем, и кондиционирование новое сделаем. Поэтому готовимся уже к 30-му кинотавру. В этом году за гран-плей кинофестивали в основном конкурсе боролись 12 картин. Всего же за минувшие 9 дней в рамках кинотавра состоялось 52 премьеры. Именно они в ближайший год станут главными кинематографическими событиями. Социальная драма «Временные трудности», комедия Александра Гордона «Дядя Саша», фантасмагория «Русский бес», картины Анны Матисон «Заповедник», Сергеем Безруком в главной роли. История взаимоотношений взрослых отца и сына Ван Гоги с Алексеем Серебряковым. Коллеги по цеху борются за своих фаворитов, но понимают, конкурс есть конкурс и победить всем сразу не удастся. Все равно это старт для и помощи авторскому кино. И поэтому оно может быть разное, но может быть получится, может не получится, потому что оно развивается. Это очень важно. Организаторы же уверяют, кинотавр – это площадка не только для именитых режиссеров, но и для талантливой смены. И новички пробуют свои силы еще на этапах отбора. Но до самого фестиваля доходят единицы. Мы считаем, что у нас 102 полнометражных картины на отборе были. 102. Это, поверьте, далеко за пределами режиссеров кинотавра. И у нас среди режиссеров кинотавра всегда появляются те, кто никогда не принимал участие. В этом году Расходников был, я уже не говорю про дебютантов. У нас очень много режиссеров, которые появляются впервые. Мы просто не берем фильмы, лишенные авторского интонации. За 29 лет кинотавр вырос на один день, один конкурс и одно жюри. Эксперты заключают, что количественные изменения благоприятно сказались и на качестве событий. Правда, теперь все чаще возникают трудности с аквитацией. На пресс-конференции один из журналистов захотел скандал организаторам. Не успел вовремя подать заявку и попадать на просмотры пришлось окольными путями. Вы так журналисты опоздали. Я прошу прощения. Мы так обсуждали в Москве, тогда вы дежурили в округом офисе. Я прошу прощения, я нигде не дежурил. Кинотеатр вполне вмещает. Я ходил туда нелегальным образом два раза и все фильмы посмотрел. Вот вы ответили на свой вопрос. Я просто... Мне непонятно. Вы либо дайте мне легальную аккредитацию, либо меня уведите с ментами отсюда. Несмотря на все трудности, 29-й кинотавр состоялся. Приз в конкурсе «Короткий метр» получил Игорь Поплаухин за картину «Календарь». В программе дебютных фильмов оказалось сразу две ленты «Глубокие реки» Владимира Битокова и «Кислота» Александра Горчилина. В основном конкурсе семь номинаций и специальный диплом. Главный приз за лучший фильм получил фильм «Сердце мира» Натальи Мещаниновой. Фильм «Закрытие» стала острая картиной дела Собчака. Сильнейшие работы задали ритм подготовки к следующему юбилейному 30-му кинофестивалю.